Правила торговли спиртными напитками с каждым годом ужесточаются, но тем не менее предприниматели находят лазейки в законодательстве. Многие разливайки сегодня искусственно маскируются под кафе. Можно ли как-то изменить ситуацию? Об этом в репортаже наших коллег из пресс-службы МВД. Сегодня в Чебоксарах 140 кафе и баров, и почти в половине из них алкоголь предлагают круглосуточно. С начала года в этих разливайках было совершено около 180 самых разных правонарушений. Выявлены факты продажи алкогольной продукции без соответствующих документов, в том числе продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам, а также реализация алкогольной продукции на вынос. Шаговая доступность заведений, где можно купить алкоголь – одна из причин преступлений на почве пьянства. Однако в нарушении закона бывают виноваты и сами сотрудники баров. Стараясь сохранить клиентов, обслуживающий персонал не торопится вызывать полицию. Участковый Андрей Тимофеев во время каждого дежурства обходит закрепленные разливайки и проводит с персоналом необходимый инструктаж. Когда видите конфликтную ситуацию в заведении, или лица перебираются алкоголем и не имеют возможности самостоятельно передвигаться, им необходима медицинская помощь, вызывайте, пожалуйста, скорую помощь, полицию. Безразличность сотрудников разливайок порой приводит к печальным инцидентам. Ссоры в барах переходят в драки, где принимает участие десятки человек. А в Новочебоксарске выяснение отношений между выпивающими закончилось поножовщиной. Это круглосуточное питейное заведение на улице Кривого в Чебоксарах. Обстановка говорит сама за себя. На столах нехитрая закуска, тары со спиртным стоят в ряд, дожидаясь траждущих. Ассортимент винной карты небольшой, но посетители не слишком притязательны. 40-градусное есть и хорошо. А у жителей соседних домов растет градус раздражения. Ваши отношения разливаются? Очень отрицательно. Мы здесь ходим в школу гимнастики с детьми. И когда перед входом или выходом из гимнастики тут протолкнуться невозможно. Женщины, которые пьяные, курят. Это же невозможно. Для детей какой пример вообще? Продавать алкоголь в жилых домах нельзя. Исключение законодатели сделали только для кафе и баров. Этим и воспользовались бизнесмены. На месте рюмочной они открывают такую же рюмочную. Только в документах указывают ее как точку общественного питания. Некоторые владельцы даже не удосуживаются сделать вывеску. В рекламе разливайки не нуждаются. Малва сама приведет сюда жаждущих выпить. А вместе с ним приходят и старые проблемы. В будущем ситуация с подобными питейными заведениями может измениться. МВД Почувашии собирается выйти с инициативой в кабинет министров и запретить реализацию спиртных напитков в кафе, оставив продажу только в ресторанах. После утверждения данного постановления кабинета министров реализация алкогольной продукции в период с 10 вечера до 10 утра может быть разрешена в питейных заведениях, отнесенных только к типам ресторан и находящихся отдельно от жилых зданий. Продолжение следует...